Приветствую вас! Говорить о чувствах другого человека, даже не ваших чувствах, а чувствах третьего лица, значит гадать. Исходя из того, что вы написали, то есть исходя из того, что он вам сам первый написал, проявил инициативу в разговоре, это значит, что он вас нуждает. Как? В качестве кого? Он еще не знает сам. Но пока мы нужны ему как хорошая, добрая знакомая, которая знает его, с которой у него есть что-то общее, с которой он может поговорить, что-то обсудить, посмеяться, может быть, и все. Именно так мужчины сейчас вас воспринимают. И на данный момент это ему нужно. Сказать, что у него есть чувства к вам, значит обнадежить вас. Сказать, что у него нет чувства к вам, значит лишить вас надежды. Мне бы не хотелось ни другого. Мне бы хотелось в идеале, чтобы вы получали удовольствие от того, что есть сейчас. Вот у вас есть некоторое общение, и хорошо. И пусть оно будет. Если мужчина захочет чего-то другого, он даст вам понять, и вы станете перед выбором, отвечать на его инициативу или нет. Но судя по тому, что вы пишете, вы хотите большего. И мужчина не может этого не ощущать. Понимаете, если ответить на ваш вопрос конкретно, если у мужчины какие-либо чувства к вам, то да, какие-либо чувства к вам у него есть. Как минимум, вы ему не чужой человек. Вы для него не чужой человек, и он испытывает потребность в том, чтобы с вами поддерживать контакт. Если мужчина гордый по своей сути, и ему тяжело поправить прощение, то возможно так он прощупывает почву для возможности извиниться перед вами за сон. И он выжидает подходящего момента для того, чтобы принести слова извинения, которые будут довольно скупы, если он горд. Это нужно понимать. И не ждать от всего многого. Ну а если в течение достаточно долгого промежутка времени вы будете так вот просто общаться ни о чем, и вам будет хотеться большего, то можно попробовать самостоятельно сделать первый шаг, самостоятельно проявить инициативу, и посмотреть на него. По его реакцию, может быть он стесняется или не уверен в том, что вы ответите ему взаимностью, и поэтому как бы мучается на периферии, не решаясь вступить с вами в более тесный контакт. Сумеряем все вышесказанное, можно сказать так, что сейчас мужчина скорее всего сам не знает, что к вам чувствует. Он испытывает потребность в вашем общении. И это потребность удовлетворяется, что является самым главным. Что будет дальше, пока не только время. Но как основа для дальнейшего возближения, это подходит очень даже вполне. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы отдали, то обращайтесь в свою личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok